Для лиц старше 12 лет. Инди-игры. Особый жанр или побочный продукт гейм-индустрии. Кто-то относится к ним скептически, другие ждут их победы над мейнстримом. Я готов доказать, что Инди — это целый мир. И даже больше. Сямэн. Китайский город проекта Lost Castle. Следующей игры, с которой мы решили познакомиться. Ведь китайский инди-гейминг — вещь диковинная и неизведанная. Тем не менее, рогалик Lost Castle заставил взглянуть на китайскую инди-индустрию под новым, свежим углом. Мы поговорили с издателем игры Владом. Здравствуйте, меня зовут Влад. Я из команды Another Indie. Мы издатели игры Lost Castle. Сначала я приехал в Китай учиться на переводчиках, изучать китайский язык. Когда уже окончил курс, получил диплом, встретил одного знакомого в баре, где мы играем в настольные игры. И предложил вместе с ним работать. Им нужны были специалисты. И сначала начал им помогать в офисе, помогать с конференциями, показывать игры. И потом взяли на полную работу. И теперь в индустрии. Наш босс сам с Испанией. Потом еще один парень со мной работает. Он с Великобританией, он с Шотландии. Он занимается релациями с разработчиками. То есть он с ними связывается в поисках новых игр. Потом есть еще один парень, который китайский, который коренной китайский. Он помогает нам с локализацией. Если игра на китайском языке, то ему проще перевести на английский. И мы потом поправляем английский, переводим на русский, испанский и другие языки. Потом кто у нас еще есть? А, и еще есть два человека, тоже китайцы. Они помогают с локализацией и с оформлением документов в Китай. То есть если разработчики хотят, чтобы их игра была выпущена в Китай, то там очень длинный и муторный процесс, так как цензура. И надо подавать на специальные документы, чтобы государство одобрило вашу игру. То есть, к примеру, нельзя, чтобы была кровь. Или можно, чтобы была кровь, но чтобы была зеленого цвета, а не красного. Нельзя, чтобы были склеты. Когда Диабло 3 вышла, ее переделали специально для Китая версию, где вместо склетов были только зомби. То есть зомби нормально, а склеты нельзя. Ну и тоже там разная тематика запрещена, т.д. и т.п. Подобные вещи. То есть тоже есть люди, которые занимаются этим, которые делают графику, потому что если встроенные текстуры, то надо переделывать тоже на китайский лад. Чем я занимаюсь? Я занимаюсь Facebook, Twitter, пиар. И тоже помогаем переводить игры на русский язык. И в принципе все. Ну и конференции. То есть, когда к нам приходят разработчики, мы тоже помогаем им ездить по всем конференциям. В Европе или в Азии. Показываем их игры. И тоже интервью пресса. Мы этим всем занимаемся, так как много из них просто не говорят по-английски или у них английский очень слабый. Года два назад очень мало людей было. И по-моему, если я не ошибаюсь, только четыре года назад в Китае разрешили покупку-продажу консолей. То есть, PlayStation и Xbox. Потому что до этого они были все забанены. Можно было купить китайский адекват. То есть, ну, поделка. Но официальные консоли можно было только приобрести в Тайване или в Гонконге. В консолях сейчас до сих пор мало людей играет. Большинство все играют на телефонах. Потому что такая стигма с родителями, что родителей типа нет. Видеоигры – это зло. Те надо учиться, поступать в универ. И то есть, у многих игроков нет возможности приобрести свой персональный компьютер. И они постоянно играют на мобильных телефонах. А те, которые играют на персональных компьютерах, очень много играют в Free-to-Play. То есть, Dota, League of Legends, Overwatch очень популярен. Ну, потихоньку тоже начинают разрастаться инди-игры, как Lost Castle, Icy. Ну, а так маловато, маловато. Есть местные тоже китайские игры, но в общем мало еще. Ну, потихоньку, потихоньку с каждым годом становится все больше и больше людей, которые интересуются. Ну, не знаю, сейчас они выпустили PlayStation VR вышло. Может быть, немножко продвинет. Но все равно, большинство людей покупает Samsung и Samsung Gear VR и пользуются этим. Потом, так как Play Store и Google забанены, потому что оно и Oculus тоже не работает, так как платформа магазина Oculus Store, оно использует сервера Facebook, а Facebook заблокировано в Китае. Поэтому без VPN никак не получить доступа. И сейчас тоже две недели назад официально выпустили закон в Китае, что все VPN-ы нелегальны. До этого это было как более серое такое место, что типа можно пользоваться. Иногда государство банило одну или другую компанию, а сейчас они уже официально сказали, что это все, это нелегально делать. Есть как бы подпольные клубы, но там все играют на персональных компьютерах. Единственное, что я заметил, начало открываться, это как бы VR-аркейд. То есть, тоже маленькие клубы, куда можно пройти и играть в HTC Vive. Так как денег ни у кого нет, чтобы приобрести это. И плюс, чтобы иметь Vive, надо почти свою комнату иметь для этой приставки. А в Китае очень много сейчас подкрывалось таких маленьких мест, где можно пойти и поиграть. И разработчики тоже, которые делают игры, пишут договор и дают ключи к игре или обыкновенный билд. И они используются во всех этих игровых барах. Ну, а разработчикам процент от дохода. Нет, нет, Steam не забанен, так что у него тоже есть свои региональные цены для Китая. То есть, они дешевле, чем, к примеру, покупать в Голландии, или в Великобритании, или в Штатах. Но немножко дороже, чем в России. По-моему, в России, в российские цены Steam дешевле, чем китайские. И тоже в Steam сейчас добавлены методы оплаты. Ну, местные методы оплаты. То есть, скажем так, китайский PayPal, как Alipay, и WeChat. WeChat – это как WhatsApp, только тоже китайская версия. Все используют ее, когда в Китае. И ей тоже можно расплачиваться во всех магазинах, в маленьких киосках, за такси, за кинобилеты, за что угодно можно расплачиваться этой аппликацией. То есть, она сейчас добавлена в Steam, и китайцы могут покупать игры уже более удобным способом. Самое трудное, это что, когда подаешь документы на GAPP, это вот на лицензию, что ты можешь распространять игру в Китае, оно занимает очень долго времени, там, 6 месяцев до целого года. А для разработчиков это длинный срок. То есть, пока китайцы пересмотрят эту версию игры, через 6 месяцев игра уже, может быть, косметически выглядит совершенно по-другому. И вот эта постоянно пересылка идет туда и обратно, что им не понравилось. Нам не понравилось это, это, это. Хорошо, мы меняем, отправляем, через 6 месяцев опять. И тоже зависит, на кого попадешься, кто будет осматривать твою игру. Человек, может быть, эта игра очень нравится, скажет, что, ну, там немножко красного есть, как бы, ладно, ничего, вот мы дадим эту лицензию, пускай продают. А может быть, кому-то не нравится эта игра, типа, о, и начинают все маленькие нюансы выискивать. И тогда тоже очень трудно получить лицензию. Hunter Studio — это, в принципе, команда из трех человек, коренная. Ну, у них сейчас еще есть четвертый парень, который с ними работает, помогает, ну, с разработкой и с кодом. Это три парня, они, в принципе, молодые. Им по 23-24 года, они прямо с университета, и они захотели сделать свою видеоигру, которая не free-to-play, не на мобильный телефон. Они как бы хотели сделать, чтобы был премиум контент. Вот они собрались вместе и сделали. Год они ее разрабатывали. То есть один человек сделал всю иллюстрацию, то есть все персонажи, все нарисовано от руки во всей игре. И вторые, да, они были разработчики-программисты. Они живут в том же городе, где и мы, это Xiamen. То есть недалеко от Гонконга, сразу напротив Тайваня. Так что у нас зим нет, хорошая погода. И сейчас игра вышла 1 сентября в прошлом году. До этого она была пару месяцев в Early Access, потому что мы подписались с ними после того, как они выпустили игру в ранний доступ. То есть мы пришли, она уже была в раннем доступе. И что? На план и на будущее сейчас делают порты на консоли, то есть на PlayStation и на Xbox One. И надеемся на Nintendo Switch тоже, когда они вышлют нам эти Developers Kit. Ну это все ждут, все ждут, когда это всем вышлют. И сейчас тоже мы будем на PAX и GDC показывать игру. Только на PAX, на GDC мы ее показывать не будем, но на PAX у нас будет... Наша компания, Another Indie, мы в партнерстве с XD, и на PAX у нас будет тоже наш большой киоск, где будет несколько-несколько игр с Китая. То есть около, если я помню правильно, то 10 инди-игр с Китая будет. Так как в Indie Megaboof не было мест, мы сделали свой Megaboof с китайскими играми. Так что вот так. Да, сейчас идет разработка, сейчас все фокусы на консоль. С апдейтами пока мы немножко приостановились. Ну там будет еще разработка, и все эти баги в ней дорабатывать. Ну просто 4 человека немножко трудновато. Но пока справляются. Мы как бы не говорили им, что мам, мы хотим, чтобы вы сделали так и так, чтобы эта атака была так и так. Нет, мы в принципе следим за форумами на Steam, и кто пишет нам на Twitter, и на Facebook. Составляем документы, потом даем разработчикам, и говорим, что мы думаем, что можно будет сделать так и так, может быть сделать лучше так и так, мы думаем, что будет лучше сделать так, чем так. Ну последнее слово все время за ними. То есть если они говорят, что типа нет, мы не хотим это делать, мы говорим, окей, все, делаем, делаем как вы говорите. Ссор ни разу не было. Делаем как они хотят, но просто советуем. Мы их не можем заставить же писать код игры, поэтому. Да, ну, хардкор, потому что китайцы очень любят свои хардкорные игры. Если игра слишком легкая, им это не нравится. И они очень любят, чтобы можно было повторно-повторно-повторно играть. То есть купил игру, прошел один раз, потом на хардкор прошел второй раз, третий раз, потом другая концовка, и т.д. и т.п. То есть парни очень любят Dark Souls, Darksiders тоже, поэтому они оттуда взяли инфлуенцию. И тоже Rogue Legacy, Castle Crashers, они играли в эти игры. И тоже хотели сделать что-нибудь подобное, но не копию, а оттуда они взяли инспирацию. Да, это рогалик, то есть каждый раз, когда ты умираешь, ты теряешь персонажа, и начинается новый персонаж. Ну, там будет или женщина, или мужчина, и очень-очень много разных спрайтов, то, что оно все по-рандомному будет выглядеть. Получаешь experience, когда убиваешь врагов, ты захватываешь их души, и потом при смерти приносишь эти души к джекту приношению, и можешь открывать новые навыки. Почему она стала популярной? Она взорвалась в Китае, потому что сами китайские игроки, они ждали игру, чтобы была создана местным издателем, и чтобы она была премиум игра, не free-to-play, как я раньше уже сказал, а чтобы была хорошего качества. То есть заплатил, и все, полноценная игрушка без всяких DLC-компаний. И, в принципе, эти парни были первыми, кто это сделали в Китае, поэтому она очень взорвалась. Потом уже через год другие студии тоже начали выпускать свои игры. Например, IC, одна из них, тоже очень популярная в Китае. I am the hero тоже недавно вышел. Просто люди хотели этот жанр, чтобы было что-нибудь от своей страны. И разница между ранним доступом и полностью выпущенной игрой. В раннем доступе не было мультиплеера. А когда игра вышла, уже был дополнительный уровень, который сейчас третий уровень в подземелье, и он трудный. О, эти гоблины с камнями. И мультиплеер. То есть можно играть уже в онлайн с друзьями через Steam. В раннем доступе не было мультиплеера. А, и еще, я совсем забыл допонять, еще, как вы сказали, разница. Мы полностью обновили саундтрек. То есть мы заказали композитора с Испании, и они полностью написали новую озвучку для игры. То есть вся музыка была переработана с раннего доступа, и при запуске игры уже была новая музыка. А, да, композитор — это Sono Triggers с Испании. То есть наш бош сам с Испании, и он скажет, типа, я знаю этого композитора, и они смогут сделать, полностью обновить саундтрек, используя старые элементы музыки, и сделать все по-новому. Ну, и будет с Кико, потому что они знакомы. Они раньше делали саундтрек для двух игр, которые мы тоже издавали. Это Blues and Bullets и Anima. И поэтому они уже были знакомы, и нам нравится их музыка, и они хорошо делают ее, и мы решили, почему бы ее нет. Ну, единственная разница, то есть, что если брать Unity, то я думаю, что ихняя техподдержка одна из лучших. И плюс Unity организовывает тоже свои разные ивенты, ну, как Unite Singapore, или Unite Melbourne, или Unite Europe, где тоже можно принести свою игру, которая сделана на их движке, и они бесплатно ее покажут, там будут разные семинары, то есть если есть какие-то вопросы, то они очень приветливые, и всегда могут помочь. Кстати, один знакомый из Unity тоже должен скоро приехать в Китай и помочь парням с портом игры с PC на консоли, потому что если тоже делать порт с PC на консоли, то это очень удобно с Unity, у них есть свои специальные плагины, и это делает весь процесс намного проще. Потому что если брать, допустим, GameMaker, то там наоборот, и надо самому искать, и скорее всего нанимать другую компанию, которая бы делала порты на консоли. Планы на буче? Ну, сейчас мы все еще с Lost Castle. С Lost Castle у нас сейчас самый главный номер, это чтобы закончить порты на консоли, и чтобы были мультиплееры на консолях также. А потом у нас есть новая игра, Shots Fired, она еще в разработке. Через несколько месяцев, мы думаем, она будет в раннем доступе. И тоже еще ищем новых игр, которые хотят, чтобы были изданы или всемирно, или только в Азии. Поэтому мы сейчас очень часто ездим по всем разным конференциям. И тоже иногда нас приглашают давать разные talks о том, как издавать игры в Азии. Так как в Китае сейчас это начинает все более и более разрастаться с Steam, пользователи очень много покупают. А издателям, разработчикам с Запада очень трудно попасть в Азию, если нет никаких контактов, если нет опыта, потому что там совсем по-другому все делается. Ну и плюс еще большой звуковой барьер. Так как если без знания языка, там в принципе ничего невозможно сделать. Нам все равно, откуда разработчики игры. Или Россия, или Европа, или Америка, или Южная Америка. Без разницы. Потому что наша следующая игра, она с Филиппинов. Потом есть еще несколько игр, мы рассматриваем. Одни разработчики с Австрии, потом одна очень интересная игра с Кореей. Несколько игр с Испанией, с Португалией. Нет такого же типа, нет, мы только берем вот эти страны, а остальных мы не хотим. Так как большинство работы можно сделать онлайн, если есть интернет, есть связь, в принципе все. Но если у нас, конечно, разработчики с другой страны, то мы тоже вылетаем в ту страну несколько раз на год, чтобы провести время с разработчиками. Остаемся на две недели, на месяц, чтобы посмотреть, как все продвигается, составить новый план, может чем-нибудь помочь. Сейчас, так как мы сделали наш маленький киоск-арена для ПАКС, то есть мы сейчас первые, кто будем вывозить китайские инди-игры за границу, и мы думаем, что будет больше интереса из Запада, который переведется в интерес в Китай. Потому что очень много хороших игр начинают уже выпускаться, так как новые выпускники университетов у них мировоззрение более открытое, чем их родители или дедушки с бабушкой. Поэтому тоже их знание языка немножко лучше, и они более интересны Западом, интересуются западной культурой, и тоже хотят сделать уже хорошие игры. Потому что лет 5-10 назад было все только на мобильные телефоны, и никто не хотел сделать никакие инди-игры, и были только большие компании, которые это издавали, как Tencent или NetEase. А сейчас все больше и больше выходит именно новых молодых людей, которые хотят сделать инди-игру. И есть тоже компания, которая открылась, IndieCade, это большая такая ассоциация, ну, небольшая, которая именно создана в Китае китайцами для разработчиков инди-игр. И мы тоже с ними сотрудничаем, они с нами поедут в Америку, и тоже очень много, они делают свои местные шоу по Китаю. Они тоже организовывали Global Game Jam, и разные там китайские комик-кон, и подобные игровые мероприятия. Из китайских игр я бы посоветовал вам обязательно поиграть в IC, потом I am the hero, потом эта игра не с Китая, это с Тайваня, Detention, Detention очень хорошая игра, ее тоже, я не знаю, есть ли они ее локализовали на русский или нет, но на английский я знаю, да. Спасибо, что просмотрели видео до конца. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!